Новая оранжерея для орбитальных станций. Попутчики спутников мониторинга космической погоды. Юбилей у Воткинского завода Роскосмоса. Командир отряда космонавтов Роскосмоса рассказал, как в НАСА отреагировали на новый рекорд суммарной продолжительности пребывания в космосе. Теперь они измеряют время пребывания в космосе в Каноненках. После этого флайд-директор добавил, что ЦУП Юстин также измеряет нахождение космонавтов в космосе в единицах от Каноненко. На послеполетной конференции Олег Каноненко и Николай Чуп ответили на многочисленные вопросы журналистов и подписчиков Роскосмоса. Чувствуем себя на удивление хорошо, подытожили космические рекордсмены. Юрий Борисов наградил коллектив Воткинского завода государственными и ведомственными наградами. Трудовая биография одного из старейших предприятий России в Удмуртии началась 21 сентября 1759 года. Свидетель четырех веков, Воткинский завод всегда был в числе лучших лидером технического прогресса России. На вибродинамическом стенде Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Ломоносова успешно прошли финальные испытания спутника «Дружба-Атург». Малый космический аппарат разработан совместными усилиями студентов России и Китая. Его планируют отправить на орбиту попутной полезной нагрузкой ближайшим запуском с Восточного. Также на этой неделе стало известно о новой разработке для российской орбитальной станции. Инженеры МГУ работают над орбитальной оранжереей. С ее помощью космонавты смогут сами выращивать горох, карликовые сорта помидоров и перец, микрозелень. На текущий момент специалисты разрабатывают систему полива для условий микрогравитации. Редактор субтитров А.Семкин